Смотрите на мяч, а теперь... Почему никто не подходит к телефону? Это... Брэнд Ченнел Мистер Эрл, я уверен, что нам перезвонит Брэнд Я думал, что ты умер Как видите, нет Привет! Я тут вспомнил о существовании этого канала И то, что давно ничего не выкладывал Пора бы это исправить Ну что ж, продолжаем историю Ассасина И если не смотрели предыдущие части, то советую посмотреть Ибо даже я забыл, в чём там было дело Ну, приятного просмотра Говорим с Клаудией И выясняем, где мы можем найти сенатора Что должен денег банкиру Находим Эгидо Троки В аккурат, когда его готовы убить на месте люди Борджия Спасаем его и договариваемся, что он проведёт нас к банкиру А заодно будет докладывать о политической обстановке Марии А в обмен на это мы погасим его долг перед банкиром Следуем за Эгидио Он отдаёт деньги капитану стражи Который начинает их считать И можно догадаться, что Эгидио отпускать никто не собирается Поэтому мы пробираемся к стражнику через крышу И заменяем его на посту Отпускаем бывшего должника И следуем на праздник банкиру Но есть загвоздка Мы не знаем, куда идти И нам нужно искать дорогу наугад Тыкаясь, как слепой котёнок С горем пополам находим дорогу И проникаем на праздник Следим за деньгами, которые несёт стража И вот он банкир Хуан Борджио перед нами Как вы могли заметить На празднике царит своя атмосфера Не такая, конечно, как на корпоративах бухгалтерии Но что-то близкое к этому И банкир возглавляет этот парад разврата Вы посмотрите, он даже череп овечки на себя нацепил И нет, я не знаю, почему этот череп с ушами Тем временем Чезаре толкает речь За свои прошлые и будущие победы Но Родриго недоволен поведением своего сына Мы не собирались покорять Италию Если твой талантливый генерал говорит, что это возможно То почему бы этому не произойти Ты рискуешь нарушить баланс сил, которые мы так долго создавали Я ценю всё, что ты сделал для меня Но армией командую я Значит решение остаётся за мной Но нам до них особого дела нет Наша цель банкир Забираем его жизнь И направляемся в цветущую розу На которую совершено нападение Где Клаудия и Мария? Мы принесли деньги домой Но они выследили нас Мы вбегаем внутрь, готовясь сразиться Но не успеваем Всех порезала на кусочки наша сестра Что? Моя сестра умеет обращаться с ножом И я готова снова пустить его в ход Вот слова настоящей аудитории Наконец-то к вам вернулся разум Очень вовремя Направляемся к Бартоломео Которому не помешает помощь С его проблемой, связанной с французами Помогаем ему отбиться от нападения на его форт И к воротам подходит француз Барон де Валуа Он ждёт капитуляции наёмников Но Бартоломео, конечно, на это не пойдёт Но у француза есть козырь в рукаве А если быть точным в формулировках Жена Бартоломео в плену Крепость французов оказывается неприступной А лишнее движение с нашей стороны Может стоить жизни Пантеселей Между ногами у тебя ничего не болтается Там такая глубокая дыра Что уходит к саму преисподню Ты нужен ей живым Перестроимся и пробьёмся через ворота Как при штурме Арсенала Перед воротами больше французов Чем на улицах Парижа Значит заберёмся на стены Они неприступны Пантеселея подсказал бы нам что делать А потому надо подойти тактично План состоит в переодевашках Для чего мы достаем форму французов Которую наденут люди Бартоломео И поведут его под конвоем Прямо в стан врага Начинаем Великая Мочилова И по итогу настигаем Девалуа И спасаем жену Бартоломео Встречаемся с Лавольпо Который по-прежнему подозревает Макиавелли в предательстве Эцио Послушай В чем дело? Кто-то посоветовал Родриду Держаться подальше от замка Макиавелли? Есть доказательства? Нет Нельзя действовать на основании Одних лишь подозрений Бартоломе Знают Где находятся наши шпионы Кто сообщил им? Макиавелли Спрашивал нас о том Как идут поиски Пьетро Эцио? И все указывает на него Но Эцио не делает поспешных выводов Но тут на таверну Лиса нападают Что идет не в плюс Макиавелли в глазах Лавольпо Но мы тут вообще-то за любовником Лукреции Пьетро Опаздываю на репетицию Прощай, любимая А потому скачем к ворам Которые собирали информацию о горе-любовнике Мы узнаем, что Чезаре заказал Пьетро Сегодня он будет играть Иисуса И Микелетто, которого нанял Чезаре Проткнет его копьем Но не по-театральному Микелетто собирается одеть своих людей в театральные одежды И самому выйти на сцену Чтобы обставить убийство как несчастный случай Но Микелетто сейчас ждет у городских ворот К востоку от Терм Трояна Он переоденет своих людей Чтобы убийство приняли за несчастный случай А еще, как не кстати, Лавольпо отказывается нам помогать Пока мы не разберемся с предателем Эйцио, Макиавелли предал нас Мы оба не хотим в это верить Но теперь все стало ясно Сделай то, что должен Иначе я сделаю это Без воров Вольпо Придется бросить в бой моих новобранцев Подходим к воротам в город Где послушиваем разговор Чезаре с Франческо Троке Братом Эгидио Участь которого не сладкая Вы убьете меня? Вашего самого верного друга? Конечно нет Вы отпускаете меня? О, благодарю Чезаре Вы не пожалеете? Стража Дайте Микелетто костюмы для пьесы Следуем за Микелетто Который отправился выдавать форму Для представления своим людям Которых мы заменим своими Из братства И... А почему они все мужики? У меня фемотряд Ну да ладно Начинаем свое участие в театральной постановке Передвигаясь, не вызывая подозрения И совершаем неожиданный твист для такой постановки Нападаем на Микелетто Но не убиваем Тебе не спасти Пьетро Вино в его бокале было отравлено Я сдержал слово Данные Чезаре Я еще жив Я не собираюсь убивать тебя Тот, кто помогает другому обрести власть Сам приближает час своей гибели Он сообщает нам, что вино, которое пил Пьетро, отравлено И жить ему осталось недолго Срочно несем Иисуса к доктору И спасаем от яда Забираем у него ключ Я просто бедный актер Чезаре все знает про вас, Лукреции Вот И тут встречаем одноглазого вора Которого мы видели на вилле во время нападения Догоняем его и выясняется, что он предатель А не Макеавелли Вовремя останавливаем Лиса, пока тот не совершил ошибку Один из наших людей Он участвовал в атаке на виллу Вот У него было это письмо Господи Хорошая новость Даже лучше, чем ты думаешь Я снова твой должник, Кэцио Какие могут быть счеты между верными друзьями? Да Спасибо за то, что вовремя сообщил мне Пойдем, Никола Нам давным-давно следовало поговорить Говорят, что мистерия в Колизее Сегодня закончилась как-то неожиданно Правда? Похоже, что Иисус Христос Воскрес на три дня раньше обычного Возвращаемся в штаб И собираем всех для посвящения Клаудии в Орден Ассасинов Мудрость нашего хрена заключена в этих словах Мы действуем во тьме, чтобы служить свету Мы ассасины Клаудия Мы посвятили жизнь Защите свободы Марио Отец и брат Когда-то стояли у этого огня И сражались с силами тьмы И сегодня Я предлагаю тебе присоединиться К нам А Макиавелли Передает нам бразды правления Орденом И назначает нас Магистром Ассасинов По многим вопросам Наши взгляды расходятся Николай Но ты именно тот, кто нужен Орден Ты повел нас на борьбу с тамплиерами И возродил наше братство А теперь Эдсо должен занять свое законное место Во главе Ассасинов Эдсо, аудиторе да Ференция Теперь ты Элементоре Хранитель Ордена и всех наших тайн Когда остальные слепо следуют за истиной Помни, ничто не истина Когда остальные ограничены моралью или законом Помни, все дозволено Откуда такая перемена? Я всегда был за тебя Это я привел тебя в Рим Это я устроил взрыв, когда вы с Катериной бежали из замка А кто, по-твоему, отправил наемников в Колизей, чтобы они защитили тебя? Ты просто этого не знал Маэстро Макиавелли Чезарий вернулся в Рим, он один Сейчас он поскакал в замок Сан-Анджело Крация Итак Твое решение не мое Никола, я не собираюсь затыкать тебе рот Зачем мне лишаться мнения моего самого доверенного советника? Убей их, менторы Доверши начатое Хороший совет Когда-нибудь я напишу о тебе книгу Пусть она будет короткой С полученным ключиком двигаем к замку Сан-Анджело И вы, наверное, заметили стильный лук Этсо О да, этот модный костюм он получил из хранилища Ромоло Лучшая броня в игре Ну это Андреа Педричелли, брал 1120 Ботиночки в Европе брал Фирма Глина Месси Ооо Стоит, по-моему, 35 тысяч евро Лосинки от Педоросси Так, давайте продолжим С полученным ключиком двигаем к замку Сан-Анджело Куда только что вернулся Чезаре на встречу с Родриго Я должен увидеть папу И его святейшество ждет вас наверху замка Своих покой Прочь с дороги Родриго собирается отравить своего сына Но его вовремя предупреждает Лукреция Я дал тебе все Но тебе всегда мало Чезаре! Он хочет отравить тебя! Чезаре кормит яблочками своего папашу Если я хочу жить Я живу Если я хочу взять Я беру Если хочу, чтобы ты умер Ты умрешь! Он допытывает у Лукреции место, где Родриго спрятал яблоко Он забрал ее А ты мне не сказала? Чезаре Это я Твоя королева Ты моя сестра Ничего больше Где оно? Ты не любил меня? Где яблоко? Говори! Говори! Минутой позже она рассказывает и нам эту информацию И во время побега из замка мы натыкаемся на Чезаре Мы забираем яблоко быстрее него И не стесняемся пустить его в ход во время битвы Ты? Ты это ищешь? Тебе конец, ассасин! Ты падешь от моей руки! Стража! А на Чезаре начинает действовать яд С яблоком в руках мы убегаем из Ватикана И встречаемся с нашими товарищами И обсуждаем наши следующие шаги А именно уничтожить армию Чезаре И с помощью кузена Бартоломео Фабио взять под стражу Чезаре Бросай оружие Чезаре Борджа Армия Микелетта уже близко Скоро мы захватим мой город раз и навсегда Это уже не твой город Чезаре Борджа По приказу папы Юлия Второго Перестован За убийство Измену И кровосмешение Вот я же говорил что он еще сыграет свою роль Далее Этсо сидя за столом с Леонардо пользуется силой яблока Чтобы узнать что закивает Чезаре Если хочешь Есть способ узнать правду Нет Это слишком опасно Эта вещь не должна попасть в руки людей Какая жалость Прятать шедевр чтобы никто его не увидел А что А что если он не шутил Нельзя рисковать Чезаре был прав Я должен идти А как же твои друзья Наше братство будет существовать И без меня Что ты собираешься делать Бросать зерна Мы прибываем в Вианну Которую пытается захватить Чезаре Как ты нашел меня И в финальном поединке Прерываем его существование гравитации Трон был моим Желание и право Ни одно и то же Да что ты знаешь Знаю что настоящий лидер Делает людей сильнее Я приведу людей в новый мир Пусть твое имя будет забыто Рекуэско импач Ты не можешь убить меня Никто не может убить меня Тогда я оставлю тебя в руках судьбы После чего Эцио прячет яблоко в храме Спрятанном под Колизеем Дезмонт и Ко получили все что нужно И готовы отправляться в Колизей Вот бы только пароль узнать Постойте, дверь показалась мне странной Кажется у нее не было ручки Сейчас проведу анализ Отлично Значит нужен какой-то футуристический ключ Похоже, что тут вербально активируемый механизм В жизни не видела ничего подобного То есть нам нужен пароль? Попробуй напеть пятую симфонию А его мы узнаем из того треугольника с цифрами Эй, может пароль как-то связан вот с этим? Такой же символ был на двери сокровищницы Четырнадцать девятнадцать, четырнадцать двадцать, четырнадцать двадцать один А что если это не дата 1419-й, 1420-й? Боже мой! Что? Бог! Да говори же! Я и говорю! Театрограматон, семьдесят два имени Бога Видишь? Они заключены в трех стихах книги исхода С девятнадцатого по двадцать первый Но это еще не все Выстроив четыре буквы иврита, составляющие имя В равностороннем треугольнике И сложив их числовые значения Мы снова получим Семьдесят два Точно, ты уверен в этом? Да, Ребекка Именно поэтому я это и рассказываю Но самое интересное впереди В семьдесят втором году Началось строительство Колизея Кажется, это и есть наш пароль Шон, заводи фургон Пробираемся по Колизею к храму И в один прекрасный момент Встречаемся с одной из представительниц расы Ису Здесь мы поместим иглок нашей истории Пусть он попадет к тому, кто достоин Пусть он направит его Пусть поможет найти путь Пусть спасет мир, который мы покидаем Кто ты? Встречаемся с нашими товарищами В Санта-Мария-Арачелли Который построен на развалинах храма Юноны Мы открываем путь к древнему храму Где Эцио спрятал яблоко Как думаешь, она понимает по-английски? Да говори уже Ну ладно Семьдесят два А скажите, и в магазине можно так же стенку приподнять? И тут нам нужно провернуть еще один акробатический забег И мы забираем яблоко, которое берет нас под контроль А с нами общается Юнона И под действием яблоко мы убиваем Люси Ты уверен, что задал правильный вопрос? Я знаю этот символ Это фригийский колпак Он символизирует свободу А это... это масонский класс Вместе они находятся только... Я не могу пошевелиться Ты активировал яблоко Оно общается с твоей ДНК Отпусти меня Семьдесят два дня до момента пробуждения Ты, наше дитя и дитя наших врагов Конец и начало Тот, кого мы ненавидим и почитаем Последнее путешествие начинается С тобой через врата пройдет спутница Но я не вижу ее Крест заслоняет ее от моего взора Что ты делаешь? Пулт должен быть открыт Ты должен сыграть свою роль Висы должны прийти в равновесие Хватит! Прошу! Ты знаешь очень мало Мы должны направить тебя Не сопротивляйся Нет! Готова Путь лежит перед тобой Осталось найти ее Пробуди шестое Иди Один Так и заканчивается Основная история Бразерхуда Но Юбисофт подогнали нам еще одно Сюжетное дополнение Которое просто нельзя оставить без внимания А потому мы сейчас прокатимся и по нему Мы заходим в гости к Леонардо И он просит нас найти его любимого Помощника Салаи Я собирался проводить тебя в порт Но сперва мы должны дождаться моего ассистента Бене Это не сложно Боюсь, что ты недооцениваешь Салаи Сейчас увидишь Как скажешь Скорее всего ты найдешь его в спящей лисице Он прохлаждается, играя в кости в спящей лисе Мне завидует сама Фортуна Джан Джакома? На это имя я не отзываюсь Салаи Уже лучше, но все равно не то На выходе на нас нападают какие-то сектанты Которых мы раскидываем В Риме только один человек способен устроить подобное Должно быть ты Эцу Аудиторе Вместе с Салаей, минуя герметистов на улицах Возвращаемся в мастерскую Леонардо Но самого маэстро на месте не оказывается А в мастерской полный бардак Но Лео успела ставить подсказку Как его отыскать Нам предстоит найти картины В которых Леонардо спрятал подсказки Как искать храм, что он обнаружил И одна такая картина находится у Лукреции Идем к ней в гости В поместье ее мужа И она все такая же взбалмошная Удвоить патрули и сообщать обо всем подозрительном Палацу закрыть для всех Кроме телохранителей моего мужа Пробираемся в ее покои И уговариваем отдать нам картины Но узнаем, что у нее осталась лишь одна картина Которую она нам отдаст за половую связь с ней Скоро вернется муж со стражниками Так что поторапливайся Давай Ну уж нет, Эдсо в это метро без билета не полезет А потому пользуется трюком из пиратов Карибского моря И привязывает руки Лукреции к занавесу И удаляется прочь Смекаешь? Стража! Стража! Следующая картина у любовника Лукреции Патрицио Он решил продать подарок герцогине герметистам И мы следуем за ними по улицам Сделка проходит в укромном уголке Что плохо кончается для Патрицио Я передумал! Эта картина не достанется никому! Картину уносят, но мы перехватываем курьера Еще одна картина должна быть у Франческо Колонна Но его дом и все имущество теперь принадлежат банку И картины были проданы с аукциона И сейчас готовятся к отплытию Бежим на пристани, где встречаем старого знакомого Дуччо Теперь он заделался торгашом И все так же нарывается на порцию старого доброго насилия Ты в этом третисортном городишке Вместо прекрасной Флоренции Как низко ты пал Вижу город подействовал на твою сестру Во Флоренции она не хотела раздвигать ноги А здесь хозяйка борделя Отделываем его ногами прямо как во Флоренции И выясняем где картины да Винчи Одна на корабле Ее мы собственно и забираем А две другие проданы какому-то кардиналу И сейчас выставляются на показ в Санта-Анджело Идем за помощью к Клаудии И с ее девочками мы сможем забрать картины с выставки Добываем приглашение в замок И впервые проходим в него как гость Внутри отмечаем одну из картин Леонардо И двигаемся в запретную для нас часть замка Куда разрешено проходить лишь кардиналам Кардиналы желающие увидеть новые душеспасительные полотна Могут посетить верхние этажи Отмечаем последнюю картину и выходим из замка В мастерской с помощью орлинного зрения Обнаруживаем на картинах рисунки Которые оставил Леонардо Вместе они представляют собой карту Которую из этих кусочков нужно собрать И это может занять некоторое время Собрав карту, отправляемся ко входу, где обнаруживаем Леонардо Которого избивают сектанты Ты, арестовавший Чезар и Борджа Остановивший распространение невежества Убеди нашего друга Леонардо Открыть храм и приблизить Золотой век человечества Как мне убедить нашего друга С помощью пары пинков? Или мне использовать нож? Напротив Я хочу, чтобы мы пришли К соглашению Избиваем их сами И освобождаем Лео Вместе с ним продвигаемся по храму Пифагора И в конце обнаруживаем столб С символами, которые когда-то яблоко показало Леонардо Это же символы, которые показало мне яблоко Эдема Но они стоят в неправильном порядке Сейчас я переставлю их Готово И он открывает центральную дверь За которой механизм Ису показывает ему числа 43, 39, 19, N, 75, 27, 42, W Которые для Леонардо и Эдсо ничего не значат Да и для Дезмонда и Ко тоже Они оставлены для игроков Ведь если ввести эти символы в поисковик То они окажутся координатами Которые указывают на Америку А именно кратер в районе города Гленфилд Где происходили сражения за независимость США Ну вот и закончилась история братства И история мести и становления Эдсо Во главе ассасинов Европы На очереди у нас история о старике Эдсо Ищущем знания Ну а между ними расскажу что-нибудь космическое Да, и появилась пара идей для новых форматов Которые я надеюсь в скором времени реализовать Но об этом никто не узнает Ведь концовку видео никто не смотрит Кому я вообще это говорю? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok